К нашему эфиру присоединяется Константин Кривола, паналитик, авиационный эксперт. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую. Константин, хочу начать наш разговор с атаки беспилотников на предприятия ИНПЗ в Татарстане. Удалось поразить якобы даже завод по сборке шахедов. И пишут РосСМИ, что это как раз были украинские дроны UG-22 Airborne. Но они больше такие похожи на маленький самолет. На кукурузничек такой. Да, и пролетел он, этот дрон, больше тысячи километров получается. Если это так, то это пока самые отдаленные места поражения российских объектов. Ну, сегодня было такое очень приятное утро. Такие картинки было приятно смотреть, радостно. Первая эмоция у меня, которая была, да, это Airborne в Укрджет и Уж-22, как их называют, кому удобнее как. Но он такой, знаете, такой выглядел, мне показался, может быть, с этого ракурса, с этого видео, он показался мне таким немножко таким потолстевшим по сравнению с тем, каким он был. Да, вот это вот здесь мы, Тарас, с представителями Укрджета рассматривают это все хозяйство. Так вот, он выглядит стройнее. Но, может быть, сделали какую-то модификацию, хотя это достаточно, теперь уже может быть проблематично, потому что этот БПЛА стоит на вооружении Министерства обороны. И, соответственно, если ты вносишь модернизацию, делаешь серьезную модернизацию, то тебе надо опять проходить все процедуры постановки, вот так сказать, на прохождение сертификации. Самое приятное во всем этом деле, что если год назад мы кричали, где украинские дроны, где дальнобойные дроны, то сейчас мы перебираем, а это Укрджета 22, или это что-то другое, или это что-то новенькое, а может ли оно долететь 1200 или 1500, потому что, ну, по прямой там 1200. А понимая, что там обходились разные системы, не везде удобно пролетать, то я думаю, что его там дальность реальная там 1300, 1400, может быть, даже 1500. А с учетом удара по Нижнекамскому, этому заводу Танека, то это, ну, действительно, это где-то надо иметь 1500. Вторая проблема, которая меня смущает по поводу Уржа 22, это то, что у него задекларированная, мало того, что у него дальность задекларирована 800, у него задекларирована полезная нагрузка, ну, то есть боевая часть, до 20 килограмм. А там, судя по самому взрыву, судя по тому, как это дело выглядело по этому мгновенному столбу, который взлетел вверх, то это, ну, не 20 килограмм. И судя там по картинкам, которые там выкладывались, там не 20 килограмм. Вот видите, он такой достаточно стройненький, этот, вот эти вот подвески, эти две мины. Он стройный, а на видео он такой там летит, ну, как действительно аэропракт, хотя для аэропракта он слишком толстенький, но есть еще такой самолетик у нас для малой авиации, аэропракт-22, делается тоже у нас в Украине. Хорошенький самолет для таких приятного времяпрепровождения. Но у меня потом возникла следующая мысль, а может быть, россияне тоже летают на каких-то маленьких самолетиках? Может быть, они собрали какой-то этот самолетик, влили туда побольше бензина и посадили его какой-то, сделали что-нибудь там типа автопилота. Потому что точность наведения, вот эта вот процедура входа в эту крышу этого здания, ну, она такая не по GPS-координатам. И я еще вспомнил удар по Рязани, по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, то там тоже, если мы помним, то первый мы не видели, как поражал, а второй он заходил на круг, он не просто входил в координату, он заходил на круг, он делал маневр и очень так вот впечатление, что он прицеливался очень точно. Поэтому все очень интересно и разнообразно, необычно, есть о чем думать. Но по поводу еще тоже свежей новости о том, что украинские зенитчики уничтожили беспилотник «Форпост», который стоит 7 миллионов долларов. Могли бы подробнее нам рассказать, что это за потери для России? Ну вот после того, как поставили на прикол, вынудили стать на прикол А-50 и У, но это дальнего радиолокационного обнаружения, россияне теперь вынуждены проводить разведку. Вдоль линии разграничения они делают разведку в основном с помощью десятых орланов и этих разведчиков зала. Это та же самая компания, которая выпустила ланцеты, выпускает ланцеты. И вот эта вот дистанция, где-то линия боевого соприкосновения где-то 50 километров, вот это делается разведкой с помощью этих беспилотников. Теперь то, что смотреть радиотехническую обстановку немножко дальше, пытаются с помощью из самолетов Су-24МР. Он достаточно такой же возрастной, но при всем при этом он оборудован этой аппаратурой и где-то, условно говоря, там 150 до 200 километров он чего-то видит, он чего-то может там разобрать. Это, конечно, совсем не то, что мог сделать А-50Ку. Там значительно более мощный радар, более мощная вся аппаратура, вычислительная аппаратура и так далее. Он, конечно, этого сделать не может. И еще какая возможность есть, это есть возможность с помощью достаточно высотных беспилотников, типа вот Байрактара, Предатора, Раптора, вот этого форпоста российского. Они где-то плюс-минус одного класса. Вопрос в том, насколько хорошо у них, хорошая оптика, насколько хорошо она собирает, эту информацию перерабатывает, передает и так далее. Это действительно дорогие машины, дорогие системы. Вот эта вот цена в 7 миллионов меня несколько смутила, потому что, ну, в принципе, американская и турецкая эта техника, она стоит дороже. Может быть, там россияне либо занизили цену, либо там какой-то курс старый рубля к доллару. Никогда особенно там не занимался глубоко этим вопросом, потому что, ну, мне кажется, что беспилотники такого класса, такого размера, они при нынешних системах ППО, они очень уязвимы. И ты можешь там чуть-чуть залететь, или тебя могут подстеречь, и ты получишь вот этот вот хвост себе какой-нибудь ракеты. Ну, что фактически произошло с этим форпостом? Ну, есть у россиян и большие проблемы со стратегической авиацией, об этом вот сказал на днях глава ГУР Кирилл Буданов. По его словам, самолеты Ту-160 никто уже давно не видел на боевых заданиях. Видимо, россияне берегут их ресурс. И вот цитирую Буданова, что проблемы большие есть у них, они в своих документах, особенно по Ту-22, прямо пишут, что нужно добивать их ресурс и, в принципе, забывать об этом виде авиации. А вот сколько еще могут продержаться эти самолеты и какой срок эксплуатации вообще стратегической авиации вот с учетом той интенсивности применения в последние два года и, в принципе, ввиду отсутствия возможности полноценно их обслуживать? Ну, понимаете, если так говорить откровенно, то они давным-давно уже должны были быть порезаны на утиль. Ну, вот так, по большому счету. Но голь на выдумке хитра, и они еще держатся. Держатся они за счет того, что вот та школа проектирования, которая доминировала в 50-60-е годы, еще точных расчетных схем, такие, которые там появились в 80-е годы, их не было. И там запасы прочности закладывались такие, чтобы потом тебя в пельму не посадили. И поэтому они не были там самой лучшей полетным характеристикам, но зато они, вот видите, вот они до сих пор еще живы. Концепция Ту-160, это повторение концепции американского лансера Б-1, бомбардировщика. Назвали его так пафосно «Белый лебедь». Хотя для меня вся история самолетов с изменяемой геометрией и крыла, она для меня всегда была не то, что загадочной. Я понимал, как бы там изменение стреловидности улучшает там возможности. Но ты берешь только на начальном этапе, на конечном этапе полета, ты пользуешься вот этим малым углом стреловидности, ну там может быть еще при патрулировании как-то ты используешь. Но вот этот вот узел перемещения крыла, он очень тяжелый, он очень… ты вынужден эту нагрузку где-то брать, где-то ты должен ее чем-то компенсировать, да. И поэтому это всегда, вот если есть механизм, то он будет сложный. Механизм, который у тебя очень высоко нагруженный, который должен выдерживать усталостные нагрузки, который должен выдерживать статические нагрузки. Это… ну это такая проблема, которую ты сам себе создаешь, не понимая, зачем ты ее создал. Это просто какая-то дань моды. Вот в тот период было много всякой там техники с изменяемой геометрией крыла там. Сушки, миги, все этим делом, всю эту болезнь прошли, Туполев тоже прошел эту болезнь. Покажите мне сейчас хотя бы один самолет, который проектируется, который испытывается, который там хотя бы 20-летнюю историю имеет, с изменяемой геометрией крыла. Этого нет, да. Поэтому эта вся ветка развития, она тупиковая. Но с другой стороны, у россиян вот эта триада ядерная, земля, воздух и вода, у них вот эта часть воздушная, она них вообще там глубоко сейчас просела. И они там разрабатывают сейчас концепцию, называется она ПАК-ДА, перспективный авиационный комплекс дальней авиации. И там они грозятся, что они сейчас сделают значительно лучше там бомбардировщик, чем это будут стелс, пятые технологии, вооруженные там сверху, снизу, сбоку там будут и цирконы, и кинжалы, и чуть ли не ярцы будут таскать на этом бомбардировщики. Но это я уже утрирую. Но на самом деле обещают, как всегда, очень много, но реальных движений нет. Но потом, правда, сказали, что ну пока у нас это дело мы там еще только разрабатываем, это же должно быть самое лучшее в мире, поэтому там быстро мы не сможем это дело сделать. К 30-му году мы там какую-то концепцию, может быть, слепим. Ну, я уже говорил неоднократно, что у россиян так в ощущение, что у них там в 30-му году жизнь заканчивается, цивилизация заканчивается. Они все должны успеть сделать к 30-му году или там подогнать к 30-му году. То ли это связано с каким-то избирательным циклом Путина, не знаю, но в 30-м году очень часто... Да, 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 но он также может еще дальше избраться, если ему там захочется, если будут кондиции. Так вот, они решили, что мы пока там не будем делать новые бомбардировщики, совсем новые. Давайте сделаем сейчас, просто вот модернизируем, так под ТХС, модернизируем Ту-160, как-то он там себе летать будем, как-то мы его обновим. Загнали в ангар... Да, и они сказали так, ну, совсем новые нам Ту-160-е не надо. Мы возьмем то, что у нас было, мы будем его модернизировать, и мы когда-нибудь будем строить новые Ту-160-е. Но пока мы их тоже строить не будем, мы пока просто возьмем старые Ту-160-е, поменяем на него в обшивку, посадим туда Путина, втулем ему очередной, там, такое вот лоховство натуральное, я извиняюсь за их речь, это их речь, это не моя речь. И вместе с Цирконом и Кинжалом он будет счастлив, дедушке будет полезно почувствовать себя опять альфа-самцом. Ну вот у меня только такие ассоциации, потому что они его действительно посадили, еще так демонстративно оставили им неокрашенным самолетом, то есть он еще такой был заводской анодировки, покрытие в этом. И вот они вот запустили Путина в этом Ту-160, может не Путина, может там из холодильника что-то вытащили, я не знаю, это не так интересно. Но остается фактом, что вот они его запустили, и с тех пор вот эти вот три самолетика, которые они собирались модернизировать, они в этом состоянии как бы и заморозились. Теперь то, что касается Ту-22. Ну там проходил ряд модификаций, там Ту-22, первый, там вообще там другого вида имел. Потом Ту-22М2, Ту-22М3, но когда он только появился, он себя задекларировал, впервые в мировой авиационной истории появился термин «ракетный авианосец». И вот тогда они его так вот обозвали, и он был предназначен исключительно для того, чтобы таскать противокорабельную ракету Ха-22. И Ха-22 была в двух модификациях. Это конвенциальная и ядерная. Основной удар в те годы в видеологии вообще тех лет, это 60-е годы, там 70-е, в видеологии тех лет было использование ядерного оружия, как естественного, там, как пистолет Макарова для того, чтобы там поражать естественные цели, и там, что там будет большое количество жертв, что там будет потом ухудшенная экология, что там будет повышенная радиация. На это особого внимания не обращали. И вот этот вот Ту-22, второй он был только для такой задачи и спроектирован. Это был, назывался, все вместе, это был комплекс. И самолет Ту-22, и ракета Ха-22, и вот такая вот полная гармония. Ракета это с точностью там полкилометра, система наведения там правой рукой за левое ухо, но как-то она там работала, и вот как-то они с этими задачами справлялись. Сейчас эта ракета, я считаю, ее надо приводить вообще к ракетам массового уничтожения, потому что это, ну, и отнести это к конвенциальному оружию, а тем более к точному оружию, как и заявляют россияне, ну, это просто издевательство над разумом. Ну, говорят, что не так все хорошо и в гражданской авиации в Российской Федерации. Вот о том, что денег нет, говорят даже в Минтрансе Российской Федерации, речь об отсутствии финансирования в полном объеме денег на ремонт и модернизацию аэропортов. Вот на данный момент каждый второй аэродром на территории России нуждается в капитальном ремонте. Ну, хотя тут, скорее, вопрос риторический, зачем им ремонтировать аэропорты, если скоро не на чем будет летать. Ну, да, да. Но, смотрите, какая ситуация. Не может же быть так, что у тебя везде было хорошо, вернее, везде у тебя было плохо, а в одном месте хорошо. Это же все связанные вещи. Если послужат российских экономистов, то они говорят, что если Россия выдержит этот год и сможет устоять, то в следующем ей уже шансов у них вообще никаких нет. А с 2025 года там собираются ввести новую систему налогообложения, которая по прогнозам и расчетам всех российских экономистов окончательно положит это все российскую экономику на лопатки. Но самое главное в этом то, что те все затраты, которые должны были, у них все, как всегда, с размахом, все в рамках национальных проектов, если уже что-то делать, так национальный проект. Вот у них был этот национальный проект по аэропортам, который они сократили, вернее, там вообще по развитию авиации, они его сократили чуть ли не в 10 раз, там что-то была какая-то очень приличная цифра и сократили ее там до 4 миллиардов рублей, но это по российским деньгам это вообще там копейки. Там должна была проходить реконструкция достаточно большого количества этих всех аэродромов, но учитывая то, что грузопоток пассажиров, сначала его прибил ковид, и там, скажем, где-то было у россиян где-то под 140-150 миллионов пассажиров, то сейчас, когда они заявляют, что у нас увеличилось на 20% пассажиропоток и дошел до 120 миллионов, то есть был 150, ковид он упал, а теперь равняется вот показатели там прошлого года с ковидными, говорят, он вырос на 20%, ну с ковидом, когда вообще не летали, он, конечно, вырос, там может быть на 20%, но в любом случае количество полетов уменьшилось, и авиакомпания сокращает количество полетов. И если во всем мире доходы аэропортов, они состоят как бы из двух частей, из авиационной деятельности, то есть там диспетчерская служба, аэронавигационная служба, там световое оформление полосы, когда он приземляется, за все это идут сборы, 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 сборы. Но это все там стоянка, там обслуживание, заправка, кейтеринг, это все считается авиационной услугой. А вот то, что находится в самом аэропорту, всякие заведения, дьюти-фри, стоянки, парковки, это все так называемый доход от неавиационной деятельности. Во всех пособиях по эксплуатации аэропортов вы найдете вот такую вот терминологию. Так вот, если во всем мире где-то это 50 на 50%, а вот Вильнюс сделал вообще очень интересную вещь, городской бюджет профинансировал аэропорт специально для того, чтобы у него были развиты все эти службы, и таким образом они привлекли туристов, которые там профинансировали по-моему, что-то на уровне 5 миллионов долларов, а принесло туристов, от деятельности туристов принесло доходы общие, там на уровне 140 миллионов долларов по году. Вот такая, совсем другая концепция. А теперь россияне говорят, а как же мы теперь будем жить, да, так вот у россиян вот этот вот уровень неавиационных доходов деятельности аэропортов не более 20%. Лучше это Шереметьево, там Домодедово, вот у них там 20%, а у всех остальных значительно меньше. То есть экономика аэропортов российских, она и так была в таком депрессивном сильном состоянии. И как все, что в российской, мы о чем говорим, обсуждаем, оно все, в общем-то, идет в сторону деградации. Это не потому, что мы там с вами там как-то этому способствуем, толкаем или пытаемся эту картинку представить. Она объективно в цифрах такая. Это не то, что мы там придумали или там пытаемся как-то картину эту ухудшить. Она такая, какая она и есть. И уменьшается количество рейсов, уменьшается количество самолетов, на которых летают. Несмотря на то, что какую-то часть лизинговых самолетов, украденных там ранее, выкупили, но это была только определенная часть. Там, по-моему, по этой программе выкупа этих самолетов ввели треть часть всех необходимых денег, и на этом деньги закончились. И сейчас, что не послушай россиян, самих российских экономистов, или даже не экономистов, губернаторов, проблемы, которые они рассказывают, это все хуже, 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 и никакого-то там ясности просвета, какого-то там надежды российские экономисты не оставляют. Поэтому то, что аэропорты будут деградировать, это естественный процесс общей деградации всей инфраструктуры. Я уже не говорю про то, что там всю зиму их прорывало трубы, заливало. Я все время ждал, что там в Энгельсе какой-нибудь 95-й там завалится на бок один, либо второй, либо не долетит. Ну, Энгельс сейчас плавает в фекалиях, потому что там прорвало всю эту систему канализационную, и они там по бревнышкам, по досточкам перебираются. Вот этот весь военный городок аэродромный, он весь в фекалиях залитый. Ну, то есть там инфраструктура просто такая коммунальная, уже доведена до ручки и разрушена, но ничего с ней не делают, потому что на самом деле нет денег. А при этом выступает уверенный в себе Путин и говорит, все, мы эту Украину сейчас там сравняем и доберемся до Европы, и будем там по ней бросать всякие ядреные бомбы. Ну, как говорит его Медведев товарищ, или пьяная Захарова. Ну, вы много случаев же поломки самолетов, и вот одна из последних историй, это поломка со смертельным даже исходом. Рейс аэрофлота Бангкок-Красноярск 26 марта задержался на сутки из-за технической неисправности. Самолет простоял несколько часов, и пассажиры жаловались именно на духоту и на то, что в салон не подавался кислород. А одному из пассажиров стало плохо, и в состоянии коммы его госпитализировали в больницу тайскую, где он и скончался. В самой авиакомпании отрицают поломку подачи кислорода, а вот эти системы подачи воздуха россияне сами самостоятельно в состоянии чинить со своим вот этим импортозамещением? И насколько могут быть серьезны такого рода проблемы у российских гражданских самолетов? Ну, вот эти системы, которые россияне не делают. Может быть, они сейчас начали что-то делать, но они не делают. Но я бы хотел сейчас вернуться к самому происшествию. Это действительно можно отнести к авиационному происшествию. Но дальше они классифицируются на два типа. Либо это катастрофы с человеческими жертвами, либо это аварии, тогда без человеческих жертв. Здесь это все происходило на земле, поэтому вообще нельзя это классифицировать, отнести к авиационным происшествиям. Понимаете? А теперь то, что подавали, там не подавали. Когда подается кислород на борту? Тогда, когда у тебя идет разгерметизация, тебе может не хватать воздуха на большой высоте, и тогда перед самым полетом выходят стюардессы и показывают там руками направо-налево, здесь возьмите, здесь оденьте, здесь вот натяните, здесь вот это вот вам, пожалуйста, сделайте вот так. Сначала себе, а потом соседу, если он там растерялся. Но это на самом деле правильно. Так вот, это все не может быть запущено на земле. Ну, то есть нет ситуации, при котором это откроется и будет идти подача. И вот эти системы автоматической подачи вот этих вот всех масок и, соответственно, подачи туда дополнительного кислорода для того, чтобы снижать этот эффект разъезженного воздуха на больших высотах. Потому что, вот если вы там поднимаетесь в гору уже на 2 километра, дышать уже тяжело. На 3-х это уже надо иметь там тренировку. 4 километра, это уже там, ну, реально не каждый это дело сможет осилить. А я не говорю уже про дальше. А 8 тысяч это уже те, которые и альпинистами, альпинизм занимаются, ходят на Эверест, то они там уже идут как одиночки, они уже ни на кого не обращают внимания. Там уже сомномболическое состояние. Но идти с кислородом, без кислорода, там у них такая сложная по этому поводу жизнь. Так вот, вот это все оборудование, которое стоит на сухой Суперджет и на Ту-204, если я так не ошибаюсь, оно все уже давно там как бы отработало свои сроки, отработало свои ресурсы. И я встречал там жалобы, что мы не можем сейчас стоять самолеты, потому что не работают эти системы, а они нам не особенно нужны, потому что такие ситуации бывают крайне редко. Давайте не будем на это обращать внимания, давайте будем пускать эти самолеты в эксплуатацию. Потому что это все импортное, оно очень дорогое, его невозможно получить. Хотя с другой стороны, ну история показывает, что россияне пока что достаточно активно получают ключевые запчасти, минуя все преграды, которые выставлены санкцией. Все-таки за очень дорого, но достают. Ну и на последнем нашего разговора хочу уточнить, очередная задержка рейса гражданского самолета была в Египте уже из-за санкций, о чем мы говорили, немножко вспомнили. 11 часов пассажирам пришлось провести в аэропорту Шарамашельха из-за того, что Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для турецкой авиакомпании. Ее заподозрили как раз и в связи с Россией. А сколько таких компаний так или иначе могут еще сотрудничать с Россией и станет ли это прецедентом? Ну, понимаете, вот концепция «деньги не пахнут», она пока что доминирует, но когда приходят товарищи с погонами или приближенные к ним граждане, то все эти идеи пропадают. Тюремные сроки, лишение лицензий, экономические санкции против компаний, там все достаточно серьезно. Стараются не попадаться, но если же попадаются, то наказание достаточно серьезное. Поэтому рисковать люди, вот они склонны всегда рисковать. Ну, Карл Маркс же там, который друг был у товарища Энгельса, у которого сейчас город в фекалиях его имени плавает, он же говорил, что за 300% капиталист мать родную продаст, да, что-то такое там было написано. Поэтому, когда им предлагают очень большие деньги за эти запчасти, либо за обслуживание, они пытаются это дело сделать, но как только это становится известно, говорят, мы здесь ни при чем. И эти истории, они появляются, исчезают, появляются, компания исчезают, но все равно кто-нибудь хочет все равно заработать какие-нибудь там большие деньги за то, что он на что-то закроет глаза. Но рано или поздно это все закрывается. То есть будет тот день, когда никто никуда уже лететь не будет, я имею в виду те компании, которые сотрудничают с Россией. Ну, понимаете, вот эти факторы, которые, вот множество факторов, начиная от прорыва канализационной трубы и заканчивая отсутствием датчиков на двигателе самолета, который там определяет его там какое-то состояние. Вот это все одна и та же совокупность, которая идет в сторону деградации. Вот если все у тебя идет в сторону деградации, то эти процессы начинают один на другой влиять. Такая несколько метафизическая такая ситуация, но она такая, какая и есть. И вот я эти процессы давно уже наблюдаю. И сейчас, когда я вот слушаю там российских экономистов, вот мне очень там есть некоторые, которые интересно это дело все рассказывают. Рефрен, в общем-то, одинаковый. Мы до конца этого года можем не выдержать, можем не выжить. Там меры, которые применяют, используют правительство, пытаются там наладить какую-то эту ситуацию. Мы можем не дождаться нового года, потому что раньше нового года новую налоговую систему не ведут. Ну и так далее. Кстати, да, мы будем следить, конечно же, да. Извините. Я понимаю, что это не мы делаем, это они сами делают, это же не мы придумали. Это да. Спасибо вам большое. К сожалению, наше эфирное время заканчивается. Константин Криволап, авиационный эксперт, аналитик, был сегодня с нами на связи. Спасибо еще раз. Продолжение следует...